Население Латвии продолжает сокращаться. Об этом сообщил социолог Янис Херманис. На начало 2020 года в стране проживало почти 1 миллион 908 тысяч человек. Это на 12 тысяч 300 меньше, чем годом ранее. Тем не менее, Центральное статистическое управление отмечает, что количество умерших в Латвии за год было наименьшим за последние 47 лет. В прошлом году в Мируной ушли 2700 латвийцев. Это на 1101 человек меньше, чем в прошлом году. При этом в Латвии родилось 18 800 детей, а это уже на 528 человек меньше, чем годом ранее. Таким образом, в 2019 году в результате естественного сокращения населения число жителей страны уменьшилось на 8 900 человек, а в результате миграции страна потеряла 3400 человек. За прошедшие сутки в Латвии констатированы четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний. Двое из них недавно вернулись из-за границы, а еще один новый пациент контактировал с другим заболевшим. Путь заражения четвертого человека выясняют эпидемиологи. Всего за минувшие сутки тест на COVID-19 сдали 1979 человек. За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент. Всего в стационарах от COVID-19 лечатся три человека. Все со средне-тяжелым ходом болезни. Выписаны 185. Общее число заразившихся коронавирусом в Латвии достигло 1178 человек. 1022 человека выздоровели, 31 умер. В Литве за минувшие сутки подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции. Большинство заболевших – это 18 водителей дальних рейсов из Узбекистана, которые прибыли в Литву через аэропорт Рига. Чтобы ограничить распространение COVID-19, 16 июля ведомства будут регистрировать всех путешественников, привыкших в Латвию международными рейсами. Таково решение правительства. Данное требование регистрироваться будет распространяться и на тех, кто прибудет в Латвию на частных самолетах и яхтах. Изначально данные будут собираться в бумажном виде, а в дальнейшем этот процесс будет переведен в электронный формат. В первую очередь система электронной регистрации будет введена в аэропорту Рига, а потом будет адаптирована для других сфер. Сейчас Рижский аэропорт собирает около 2000 анкет в день, а в будущем их число может достигнуть 5000. Помимо прочего, правительство приняло решение о том, что пока временные виды на жительство будут выдаваться только гражданам стран с низкой заболеваемостью COVID-19. С 18 сентября 2020 года в рамках оптимизации «Приватбанк» закроет свои филиалы в Дагуфелсе, Резакно и Валмере. Таким образом, на территории страны продолжат работу только филиалы в Риге, Елгове и Лепые. А до 18 сентября все филиалы и банкоматы будут продолжать работу в обычном режиме. Отметим, в первом квартале 2020 года убытки «Приватбанк» составили 1 млн 860 тыс. евро. Активы банка по состоянию на конец марта текущего года составили более 181 млн евро. Детско-юношеский центр Яуны по ближайшие годы ожидает большое переселение. Планируется, что это учреждение переедет в здание школы «Сасканес» после завершения работ по его реновации. Отметим, что в рамках этого европейского проекта будет утеплено и здание, в котором находится управление образования. Сроки реализации строительных работ – 30 месяцев после подписания договора с исполнителем муниципального подряда. Стоимость проекта составляет почти 628 тыс. евро. Из них 85% – это финансирование Европейского фонда регионального развития и 4,5% – государственного бюджета. В настоящее время большую часть здания на Саосе занимает школа «Сасканес», которая в следующем году должна переехать в отремонтированное здание бывшей 5-й средней школы. Сегодня здесь фирма «Лагрон» проводит строительные работы по повышению энергоэффективности строения. С завтрашнего дня на перекрестке улиц 18 Новомбра и Вестера произойдут изменения в организации дорожного движения. Впредь движение на данном перекрестке будет организовано по новой схеме. С правой полосы поворот только направо, с центральной полосы прямо и направо, а с левой полосы прямо и налево. Сегодня в вечернее и ночное время на этом перекрестке будут установлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка. Планируется, что данные изменения позволят улучшить пропускную способность одного из самых сложных и оживленных перекрестков города. Набор 10 класса Дагубовских школ продолжается и, как отмечают в управлении образования, как минимум по одному классу уже сформировано в каждой средней школе. Как стало известно, на начало июля документы научного обучения в средней школе подали 436 молодых людей. Это практически столько же, сколько и в прошлом году. Однако число может измениться, поскольку набор продолжается, а свободные места в школах еще есть. Согласно нормативным актам, для открытия 10 класса необходимо набрать не менее 22 учеников. Как известно, правительство смягчило ограничение на проведение массовых мероприятий, и в этой связи Центр латышской культуры решил все-таки не отменять ставший уже традиционным для Дагубова музыкальный август. Грандиозных концертов не ожидается, зато у горожан будет возможность познакомиться и оценить творчество местных музыкантов. Программа мероприятия разрабатывается, но уже известно, что концерты, как и всегда, будут проходить по четвергам, то есть 6, 13, 20 и 27 августа. В эти дни концертной площадкой музыкального августа станет сквер Андрея Пумпора. Вход на все концерты бесплатный.